Это только на первый взгляд задачи национального проекта здравоохранения амбициозные на деле. Это ежедневная работа и системный подход каждого медработника. От фельдшера до именитого профессора. Снизить смертность трудоспособного населения, увеличить уровень жизни и повысить качество услуг для каждого жителя Кубани главное. Ведь в руках докторов самое дорогое – жизни людей. И здесь немаловажную роль играют кадры. К 2021 году укомплектованность с медицинскими кадрами должна быть 81%. Первичное звено. У нас сегодня 74%. Тоже неплохо. Здесь мы при небольших усилиях можем восполнить этот дефицит. Но у нас по-прежнему из муниципального образования, где укомплектованность, скажем, врачами, вообще не больше 50%. Мы четко должны с вами ответить на вопрос, как этот дефицит устранять. Чем мы должны сегодня заманить к нам в регион специалистов из другого региона? Как вы это видите? Это что? Жилье? Это оплата жилья? И, коллеги, еще. Работа с молодыми специалистами. Теперь за каждым молодым специалистом должен быть закреплен наставник, который должен полгода работать с молодым специалистом. Важнейший момент, коллеги. Наверное, это во многом поможет нам с вами закрепить специалиста в вашем лечебном учреждении и сделать так, чтобы ему там нравилось. Каждый кубанец старше 65 лет должен быть под особым контролем медиков. С этой задачей поможет справиться проект СМС-опомещения. Анна Менькова поручила как можно скорее внедрить его в край. Пациенту на мобильный телефон будут регулярно приходить напоминания о том, что нужно пройти диспансеризацию, принять необходимые препараты, даты и время медицинского приема. А также рекомендации по сохранению здоровья в тот или иной период года, в зависимости от диагноза человека. Особенно это касается хронических больных. Все предоставляемые услуги должны быть доступными и комфортными. Быструю и качественную медпомощь сегодня оказывают во всех населенных пунктах края. Еще до старта нацпроектов на Кубани начали развивать сеть офисов врачей общей практики. Сейчас их 254, а через два года будет 300. Условия работы в городе Новороссийске, все медицинские учреждения отремонтированы и очень хорошо оснащены. Высокодорогостоящим оборудованием. И на самом деле эти программы, которые сейчас внедряются, они дополняют работу до оснащения произойдет медицинских учреждений за счет вот этих всех программ. Это очень важно. Проект по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями даст возможность дооснастить региональные сосудистые центры. Новая техника по этой программе будет появляться до 2024 года. Учреждения станут отвечать современным стандартам. Так, госпитализация должна происходить, минуя приемное отделение. А оформление и первичное обследование пациента будет длиться не больше 40 минут. Запланировано предстощение региональных сосудистых центров. Шесть ангиографических установок, шесть МРТ-6КТ, 44 аппарата ИВЛ, пять УЗИ для исследования сосудов головного мозга, оборудование для нейрохирургического лечения и оборудование для медицинской реабилитации. Еще одна важная тема – борьба со злокачественными заболеваниями. По итогам прошедшего года в Краснодарском крае число пациентов с онкологией снизилось по сравнению с остальными регионами страны. Однако, несмотря на это, по мнению Анны Меньковой, фельдшеры и терапевты должны внимательнее относиться к своим пациентам и обязательно обследовать их на наличие новообразований. В рамках проекта для повышения доступности медицинской помощи онкологическим больным в крае в ближайшие два года будут организованы 17 центров. Эти учреждения оснастят мамографами, компьютерными томографами, эндоскопическим и другим оборудованием. Благодаря новой технике за последние пять лет удалось добиться значительных результатов в ЭКО, выявлении пороков на ранних сроках беременности, а также в целом снизить уровень смертности по краю. За последние пять лет в крае стабильно снижается показатель смертности, общий на 4,7% и составляет 12,3% на тысячу населения. Анна Алексеевна, действительно, это заслуга всего края и всех врачей еще раз хочу поблагодарить за этот показатель. Если следовать всем указаниям национального проекта здоровья, то к 2024 году медицинская система Кубани выйдет на новый уровень оказания медицинской помощи.